Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф в субботу 12 августа, время 21 час 5 минут в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале, назвали его «Запад и мирные переговоры. Страх или расчёт». И сегодня решили поговорить об этом с собеседником, самым подходящим для этой темы, с правительским журналистом Виталием Портниковым. Виталий, рады вас видеть. Здравствуйте. Ну, я не знаю, насколько я на самом деле подходящий собеседник для темы мирных переговоров, потому что я уже неоднократно утверждал, что на самом деле я ни в какие мирные переговоры не верю. И что все эти попытки устроить переговоры между Россией и Украиной, они не выглядят реалистичными. Хотя бы уже потому, что по большому счёту, как мы понимаем, в самой России никакого желания проводить мирные переговоры с Украиной не существует. И единственные переговоры, которые Россия может проводить с Украиной, это переговоры о капитуляции. Вот, собственно, это те переговоры, которые Владимир Путин пытался провести с Владимиром Зеленским во время саммита нормандского формата в Париже. И те переговоры, которые российская делегация пыталась проводить с Украинской после, так называемого, большого нападения на Украину в Белоруссии и затем в Турции. Все эти переговоры, по сути, были переговорами о капитуляции. И когда оказывалось, что украинская сторона капитулировать не собирается, и даже когда присутствует на переговорах, то совершенно иначе оценивает их результаты, сразу же интерес к этому переговорному процессу у Москвы пропадал. То же самое касается и сегодняшнего дня. Мне всегда не было понятно, Марк, одна вполне логичная вещь. Когда Запад говорит, что вот пройдет украинское наступление и созреют условия для переговоров с Москвой, только важно, чтобы Украины на этих переговорах были сильные позиции. Теперь из чего вообще исходят люди, которые провозглашают такого рода идеи, начиная от президента Соединенных Штатов и заканчивая любыми политическими обозревателями в ведущих западных изданиях? Из какой парадигмы? Из той парадигмы, что все войны рано или поздно заканчиваются за столом переговоров? Ну, во-первых, не все. Во-вторых, само восприятие этих войн, оно различно на Западе и в России, потому что на Западе это некая межгосударственная война, как бы война между Германией и Францией, условно говоря. И такая война, как правило, оканчивается за столом переговоров. Даже война Германии и Франции в первый период Второй мировой войны, когда гитлеровцы заняли практически всю французскую территорию, она закончилась за столом переговоров. И было создано правительство Виши, как вы знаете, во главе с маршалом Петтеном. Хотя бы уже потому, что немцы прекрасно понимали, что удержание контроля над всей густо заселенной Францией и с условием лишения ее суверенитета, это куда более дорогая цена войны, чем создание некого марионеточного правительства. И в этой ситуации понятно, что переговоры неизбежны. Но это когда межгосударственная война. А когда идет война, где одно государство настроено на ликвидацию государственности второго, потому что считает эту государственность искусственной, то вообще непонятно, о чем разговаривать. То есть в такой войне может быть разве что Хасавюрт. Временное перемирие. Временное перемирие, которое страна, уверенная в состоятельности своей государственности и несостоятельности государственности соседа, использует для того, чтобы подготовиться для уничтожения этой государственности. Вот как было с Чечней. Потому что формально считалось, что должны быть созданы условия для того, чтобы определить будущий статус Чеченской республики. А фактически Российская Федерация просто множила силы для того, чтобы ликвидировать очаг чеченского сепаратизма. Ни Запад, ни Украина, мне кажется, не понимает, что для Кремля никакой разницы между Чечней и Украиной не существует. Потому что весь этот статус независимых государств, союзных республик, автономных республик, еще каких-нибудь республик, он для России не работает. Есть единая неделимая Россия в границах, ну хорошо, не Российской империи, так Советского Союза. Все границы в этой неделимой России условны. Все статусы выдумка большевиков. Ну да. Задача нынешнего русского народа, скажем так, даже не Путина, восстановление справедливости. Справедливость – это выходные исторические границы. С кем, скажите, вести переговоры? Ну вот с кем? О чем? Поэтому, когда говорят, ой, вот они поймут, я это сколько раз слышал от своих соотечественников, рано или поздно они поймут. Вот они поймут, когда увидят, какие преступления совершает их армия. Не поняли. Вот они поймут, когда война придет к ним, когда будет много жертв. Не поняли. Когда будут обстрелы их территории. Но это обстрелы Крыма, это их не интересует. Вот будут обстрелы суверенной территории России. Не поняли. Я видел большие репортажи из Белгородской области, где люди говорили, да, плохо, конечно, идет война. Ну что делать, там наверху виднее. Ну теперь уже последний акт драмы. Москва теперь тоже под обстрелами. Война пришла в Москву. Ну пришла. Ну что делать? За расширение территории и не таком дискомфортом приходится платить. Что же делать? Вот возле какой-то вопрос. А если когда-то будет ракетная атака на Москву? Что, москетчи сразу соберутся у Кремля и будут ведь прекратить им войну? Нет. Они убедятся в том, что президент России был прав, когда начинал спецоперацию. Какая опасность, на самом деле, это грозит? Из Украины могут обстреливать ракетами саму российскую столицу. Они, конечно, будут критиковать Министерство обороны, систему ПВО. Они будут требовать более эффективного командования. Они будут требовать ускорения, уничтожения Украины, ускорения победы. Но вовсе не будут считать, что нужно прекратить войну. Не надо на это даже рассчитывать. Поэтому еще раз говорю, почему мы вообще обсуждаем тему переговоров? Почему тема «возможность договориться с Путиным» до сих пор существует в повестке дня? Да. Вот. Ну, совершенно справедливо. Все мы понимаем это, что Россия приискивает капитуляции. Но мы обсуждаем реальность. А вот следующее. Сегодня буквально утром министр иностранных дел Украины Кулева сказал об этом. Нас ждет тяжелая осень, навязывание переговоров. Ну, я в свободном излагаю, так сказать, форме, потому что там есть детали важные. Но, тем не менее, и он, и на закрытой встрече, о чем американская пресса написала Зеленский, встречаясь с дипломатами, говорил, что нам будут навязывать переговоры. Эта информация, ну, как, собрались дипломаты, послы, так сказать, раз он им это сказал, явно, что это нашло утечку. И мы видим, как западная пресса навязывает вот это. Разумеется, конечно, общественное мнение в Украине никогда этого не примет. И ни один нормальный человек не отдает себе отчет. Я много раз об этом говорил, что России верить нельзя. Она вне системы международного права. Нужно ее обманывать, кидать, хитрить, значит, подставлять. И только так можно работать с этой контроверсивным партнером, в кавычках, естественно. Но запад, мы почему это все обсуждаем? А очень болезненно в Украине воспринимать тем, а потому что запад об этом говорит. И потому что мы все прекрасно понимаем, у запада есть инструмент. Это вот дать, не дать самолеты, дать, не дать ракеты, дать больше боеприпасов, не дать больше боеприпасов. И непростая с этим связанная ситуация. Вот этот рычаг, насколько он действенен. Давайте это обсудим, Виталий. Потому что, ведь для общественного мнения тоже на Западе будет шантажом, ты больно не пробавляться не сможешь. Потому что у тебя на следующий год выборы, там, в ноябре 2024, если ты хоть ветерок пролетит такой, что вот используется оружие в качестве средства шантажа, понуждение к переговорам, ну, бог знает, как это отразится на Байдене и его администрации. То есть, я думаю, они точно в этом смысле осторожно не будут вот так открыто шантажить. Хотя, мы должны констатировать, на сегодняшний день F-16 не поступили там ракеты. Атакам, ракетные снаряды, скажем, правильнее, не поступили. Ну, и много чего еще не поступило, что могло бы, честно говоря, и поступить. Вот можно ли считать, что этот рычаг используется, или потенциально может быть использован, или нет? Я думаю, что вопрос поступления, поступления, поступления оружия на Западе, это отнюдь не момент подталкивания Украины к переговорам. Так, а какой? Это стремление не допустить большой эскалации. Потому что Запад, опять-таки, живет идеей о том, что главное, что нельзя, чего нельзя допустить, это собственное столкновение с Россией. Хотя, как мы видим, Россия по обыкновению своих этих хулиганских действий, она уже понемногу сползает к гибридной войне. Вот то, что вагнеровцы появились в Польше, то, что и в Польше, простите, в Белоруссии, и то, что они вблизи польских и литовских границ, это уже говорит о том, что мы можем встретиться совершенно с другой ситуацией уже через какое-то время. Не знаю, насколько длительная, но возможность российской провокации на территории НАТО, она реальна, и это тоже нужно понимать. Что касается рычага, давать или не давать оружие, чтобы подталкивать с переговорами, но, опять-таки, мы входим в абсолютно ложную логику с вами. Потому что мы с вами считаем, что Россия хочет таких переговоров. Можно подталкивать Украину к переговорам. Я вам даже больше скажу. Я считаю, что можно и подтолкнуть Украину к переговорам. Вы говорите об украинском обществе, но мы прекрасно понимаем, что украинское общество и украинская политическая элита, они зависимы от своих союзников. Украина не в той... Субъект политики исключительно в моральном плане. Причем мы видели уже, что на саммите НАТО, когда Владимир Зеленский постарался слишком активно использовать это моральное оружие, оказывалось, что оно не работает. Моральный авторитет работает именно тогда, когда его готовы воспринимать твои партнеры. То есть тебе дают возможность им воспользоваться ровно в той мере, в которой это выгодно твоим партнерам. Но как только это твоим партнерам не выгодно, тебя ровно сразу же ставят на то место, которое, по мнению твоих партнеров, ты должен занимать. Требует благодарности, требует благодарности. Да, что в последнем вильнюсском саммите НАТО президент Украины убедился в этом в полном мере и надеюсь, что сделал из этого надлежащие выводы. Безусловно, западное общество поддерживает Украину в ее войне с Российской Федерацией, но ровно до такой степени, до которой эта война не должна переходить к конфликту самих этих обществ с Российской Федерацией. Они могут поддерживать Украину в войне с Россией столько, сколько это будет нужно для того, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии. Но сама Украина должна определить, какую демографическую, экономическую и социальную цену она готова заплатить за многолетнюю войну на истощение, которую ей навязывает Владимир Путин. И насколько такая война, в принципе, может стать для Украины испытанием на существование, не на политической, а на демографической карте мира. Потому что мы прекрасно понимаем, что каждый год этой войны приводит к тому, что украинское население не будет увеличиваться, а будет уменьшаться. И даже на восстановленной территории может жить совсем другое количество людей, чем жило до начала этой войны. Что тоже, может быть, вполне признан победой Владимира Путина, даже если он не сможет контролировать всю украинскую территорию, и более того, даже если он никакую украинскую территорию не может контролировать. Представьте себе, вот сейчас наши демографы говорят о том, что в Украине будущего будет жить 30 миллионов людей. Это оптимистическая оценка. Ну, то есть, грубо говоря, не вернутся беженцы. Вот это прежде всего. Есть яма сраждаемость. Помимо невозврата беженцев. Ну и беженцы, конечно, многие не вернутся. Представьте себе, что это затягивается на 2, 3, 4. Эти 30 миллионов превратятся в 25. Еще два года. 25 превратятся в 20. И это совсем другая история, совсем другая страна. Понимаете, на наших глазах это превращение такой восточно-европейской Польши, условно говоря, в восточно-европейскую Словакию. Ну, это все сравнение хромает. Но я о роли. И это же что означает? Что по большому счету Россия, даже не уничтожая украинское государство и не оккупируя его территорию, решает проблему Украины, если хотите, как политической, вечной политической угрозы. Вот это вечное соревнование русского народа с еще одним большим славянским народом рядом с Россией, с другим славянским народом, с так называемой второй республикой. Оно заканчивается навсегда. Украина просто становится небольшой центральной европейской страной. И у нее меньше населения, чем в Узбекистане, понимаете? Вот если мы сравним советские реалии. В Узбекистане сейчас 40 миллионов населения. Можно проверить, я точно на память не помню. Если я не ошибаюсь, да. Вот это тоже может быть цель. Поэтому я считаю, что у нас, я все время говорю, что у меня есть три политические приоритеты, которые мы должны решить в ходе этой войны. Это главные приоритеты, которые неразделимы. Это сохранение украинского народа на землях его этнического проживания. Сохранение украинского государства и восстановление территориальной целостности Украины. Но именно в такой очередности, по крайней мере, это мои политические цели. Я допускаю, что есть люди, которые ставят восстановление территориальной целостности на первое место. Если мы ставим посмотреть территорию на первое место, мы должны задать себе вопрос, кто будет жить с точки зрения этнического происхождения и связи с этой территорией, культурной связи, цивилизационной связи, в этом будущем украинском государстве. Это же тоже хороший вопрос, правда? Украина без украинцев, это тоже государство, конечно, но как-то другое. А так может быть со временем. И это опасная вещь. Опять-таки, мы должны понимать, что это планы Путина. Но еще раз говорю, возвращаясь к теме переговоров, почему вы вообще должны думать, что даже если вы подтолкнете Украину к переговорам, Россия будет готова к этим переговорам? Собственно, о чем? Россия совершенно четко говорит, какие у нее условия. Это признание территориальных реалий. Причем вот сейчас, когда мы видим наступление на Купинск, вполне возможно, что Россия к этому моменту будет хотеть еще и чтобы Харьковскую область признали ее территорией. По крайней мере, у Путина есть такой план, и просто надеюсь, что он не осуществится, но это же война. Это нейтральный статус, демилитаризация и отказ от вступления в НАТО и в Европейский Союз. Если вы помните, что это и условие тоже уже прозвучало. То есть превращение Украины в такую буферную зону между, окончательное превращение, с подписями на бумаге, между Россией и Западом. Запад готов вообще к такого рода переговорам? Я не уверен. Такого рода переговорам может быть готов только глобальный юг. Вот это намного интереснее. Я думаю, что вообще дело не в Западе. Дело в том, что Запад пытается перетянуть на свою сторону глобальный юг. Вот встреча в Джинде, да? Да. Саудиты, китайцы, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, кто угодно. Вот страны глобального юга могут подходить к этой проблеме совершенно иначе. И это тоже очень опасный момент. Потому что мы все время говорим, и министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулебов, которого вы уже цитировали, говорил об этом, как о большой политической победе Украины и Запада, то, что все эти страны приехали в Джинде. Советники национальной безопасности. Но давайте посмотрим, просто как выглядит мир с точки зрения Запада и с точки зрения глобального юга. С точки зрения Запада аннексия чужой территории это самый настоящий шок. Это катастрофа. Это уничтожение международного права. Это возвращение к временам до Второй мировой войны. А что это такое с точки зрения глобального юга? В глобальном юге Индия и Пакистан спорят за Кашмиру уже десятилетия, и ничего не умерли. У Китая и Индии пограничный спор. Из-за куска территории, который являлся вообще-то частью территории Тибета, который аннексирован Китаем. И на многих картах мира до сих пор обозначен как независимое государство. Но у этого независимого государства Индия аннексировала территорию, а теперь Китай, хочешь в эту территорию, отдали его аннексированной территории. Претензии на различные острова, на которые претендуют все, кому не лень. Объединенные Арабские Эмираты, Ирана одни острова, Филиппины, там еще кто-то на другие острова, Вьетнам и соседние страны на острова, там неподалеку от их материковых границ. На всем глобальном юге происходят территориальные споры. На всем. Помните, Владимир? Это да. И никто не считает, что это такая катастрофа, потому что время политическое по-другому течет на юге и на западе. И вот представьте себе, что вы президент Объединенных Арабских Эмиратов, который предлагает Путину и Зеленского встретиться. В Ливане, да. Истинский бы говорит, я не хочу с ним встречаться, пока он не освободит мои территории. Ну, дорогой, если бы мы таким образом вели политику, если бы мы не встречались с теми, кто захватывает наши территории, и если бы мы с нами не встречались те, чьи территории мы захватили, мы бы уже давно тут на глобальном юге были бы в полной катастрофе. Это неправильный с точки зрения глобального юга подход. Ты, пожалуйста, с ним встречайся и ищите компромисс. Какие это территории ты ему оставь, какие-то забери, на каких-то сделай особый статус, на какие-то введи миротворцев, если тебя этот вопрос волнует. Если вообще хочешь с ним разговаривать по поводу прекращения войны, если тебе не интересует прекращение войны, чего ты нас собираешь? Зачем ты нас приглашаешь на эти встречи? Чтобы мы подписались под твоей формулой мира и чтобы мы поддержали Запад? Ну, прости. Мы согласны с тем, что каждая страна должна иметь территориальную целостность. Тут не о чем даже говорить. Мы признаем Украину в ее территориальной целостности, в ее международно признанных украинцах. А как ты это обеспечишь? Вот как ты это обеспечишь? Если военным путем, ну, тогда зачем мы собираемся на саммиты мира? А если политическим путем, так разговаривая с Путиным, я тебе еще раз говорю, не Байден же тебе твои территории оккупировал. Это логика Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии или Китая. Очень простая и прозрачная логика. Вот такая возникает вопрос, по какому пути мы идем? Если мы хотим, чтобы глобальный юг участвовал в этом переговорном процессе, то логика у него такая, он будет нам ее навязывать. Если мы думаем, что глобальный юг откажется от экономического сотрудничества с Москвой из-за того, что мы предлагаем его другую политическую логику, мы наивны, мы ошибаемся, он этого не сделает. Он будет торговать с Москвой. Более того, если мы не соглашаемся с его логикой, то мы в его логике воспринимаемся как страна, которая хочет продолжать войну. Вот и все. Потому что у Путина есть четкие условия для прекращения войны, которые он озвучивает. У нас есть условия, у Путина есть условия. Мы говорим о восстановлении нашей территориальной целостности. Путин говорит о признании территориальных реалий. Мы говорим о том, что Россия должна нам заплатить компенсацию за разрушенную экономику. Путин говорит, что мы должны обеспечить права русскоязычного населения на все территории Украины и ввести русский язык как государство. Ну и так далее. Много разных взаимных требований. Надо садиться и разговаривать. Вот вам логика глобального юга. И если вы помните, такая логика была у многих украинцев до вторжения России в Украину. Я не хочу напоминать вам фамилию человека, сказавшего, что в переговорах с Россией можно сойтись где-то посередине. Эта фамилия и так всем хорошо известна, но это и есть логика глобального юга и постсоветского пространства. Просто Владимир Зеленский за то время, которое он находится во главе нашего государства, из этой логики постсоветского мира и глобального юга ушел, став президентом демократической европейской страны. Вот мы создали ту демократическую европейскую страну. Западной, вестернизированной страны, однозначной, имеющей намерение интегрироваться в НАТО и в другие структуры. Поэтому даже человек с жизненным опытом постсоветского молодого человека, становясь президентом такой страны, вынужден принимать не логику, в которой он жил всю свою жизнь, а нашу логику, логику наших европейских государственных институций. Как Камбала, который ставишь на шахматную доску. Вот теперь на это такая совсем другая партия. Но, опять-таки, а у Путина это другая логика? Путин-то живет в политической логике глобального юга, а вовсе не западный. И поэтому он ближе к этим людям, потому что они понимают, чего он хочет. Он хочет что-то урвать. Порядок, что всю Украину он захватить не может, это уже все ясно. Но он хочет воспользоваться ситуацией и что-то урвать. Вот и все, они это прекрасно понимают. Так, почти 35 тысяч нас смотрят, около 10 тысяч поставили лайки, ну, без малого, чуть-чуть здесь. И просьба такая к зрителям, которые сейчас наши эфир смотрят. Подпишитесь на канал FeigenLive, подпишитесь на канал Виталия Портникова в описании к этому видео по ссылке по имени Виталий Портников. Вы можете пройти на канал Виталия Портникова, смотреть видео там. Ну вот, ну и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир своих аккаунтов, социальных сетях, группах. Нам важно, чтобы сейчас, вот летом, когда политически, так сказать, не очень активно ситуация развивается в разной динамике, хотя военная динамика вообще достаточно высокая, но тем не менее, важно, чтобы вы не забывали, не забывали распространять эти эфиры, ссылки на эти эфиры, это для нас очень-очень важно. Спасибо вам огромное. Ну что же, мы продолжим. Мы вот 23 минуты в эфире, есть у нас время. Смотрите, тогда такой вопрос, Виталий. Как коррелируется это с военной логикой? Я объясню, почему. Потому что в прошлом году, когда действительно войска стояли под Киевом, такие переговоры начались в Стамбуле. И требования были практически со стороны Москвы те же. Сейчас, когда спустя там полтора почти года, ну там 16 плюс месяцев, требования они сохраняют публично. Мы сейчас говорим только о публичной стороне, потому что не публично, все что угодно. Они могут там мигать, там он вообще мутный тип, Путин, он одним одно говорит, другим другое. Ну кулуарно. А публично они говорят ровно о том же самом. Вот они недавно опубликовали после Джиды свои требования. Они абсолютно один к одному повторят уже не говорили 16 месяцев назад Захарова их озвучил, МИД официально опубликовал, все то же самое. Тот же набор геополитические реалии. Допавилось о невступлении в Евросоюз. Потому что раньше они говорили, что это экономический союз. Да, да, да. Ну, во всяком случае, они уже давно об этом говорят, но артикулируют уже так. Когда в прошлом году об этом начали говорить, они вроде как-то так замутились на какой-то момент. Но сейчас уже и против и ясной НАТО, и ЕС и так далее. Спрашиваются, тогда пойдем вот по какому пути. если допустить, несмотря на все сложности, трудности, украинское контрнаступление. Скажем только о скромных результатах. Ну, вот, подойдут где-то к Токмаку, где-то к Старомлиновске, там, где-то, значит, продвинутся к Бахмуту еще ближе. Но явно динамика не в пользу. Москвы будет складываться с Купянском отдельный разговор с Узловой и с Харьковской области. Это вообще попытка, я с вами совершенно согласен, попытка отгрызть вот там, где можно не только отвлечь резервы с юга, но и, так сказать, показать, что есть еще одна геополитическая реальность, оказывается. Вот, Харьковская область. Вот. Если это военная динамика, все-таки будет в пользу Украины. Как она может это конвертировать? Как она может это использовать, ну там, в условиях переговоров? Или в условиях отказа от переговоров, потому что зачем нам, скажет Украина, навязываемый Западом, там, всеми этими последними бёрдцами и всеми остальными договариваться, если мы действительно, ну, не сейчас, но завтра мы можем это все добиться военным путем, о чем, кстати, в прошлом году говорилось, на поле боя. И Боррель об этом говорил, Столтенберг, а сейчас как-то так немножко ушло это в бок. Вот о чем речь. С моей точки зрения российские требования не изменятся, какими бы ни были события на фронте. Понятно. То есть даже если Крым освободят, они все равно будут требовать? Совершенно верно. Потому что это будет война на государственных границах Украины, просто Российская Федерация будет считать, что часть ее территории оккупирована украинскими нацистами. Вот оккупированы. Но СВО продолжается, мы достигнем всех целей. В условиях, когда Россия ничего не грозит с точки зрения суверенной территории, когда по ее территории даже запрещают бить западными ракетами, можно позволить себе находиться в таком танке, условно говоря, сколь угодно долго. Вот вы сравнили ситуацию с требованиями на момент переговора. Тяжелая была ситуация. В Беларуси и Турции и с нынешними требованиями. Я могу вам объяснить логику. Тогдашняя логика была логикой Блицкрига. И предполагалось, что украинцы, понимая всю безвыходность своей ситуации, примут эти требования для того, чтобы завершилась война. Хотя, между прочим, я вообще не уверен, что кто-то в Москве собирался завершать. Но это была хотя бы логика членов этой делегации, там, Мединского и компании. А сейчас это логика войны на истощение. Почему мы должны менять свои требования? Если вы не примете наши требования сегодня, вы примете их через год, два, три, пять. Просто будет хуже. Всем будет более серьезные требования. Мы будем воевать столько, сколько нужно. Мы никуда не спешим. Мы переживем и Байдена, и Трампа, и Макрона, и Шольца, и всех, кто вам помогает, и всем, кто вам не помогает. И мы просто поговорим об этих требованиях не в 2023 году, а в 2029. Вот, может быть, вы в 2029 году наши требования примете. А до этого времени мы будем воевать, будет война разной интенсивности, будем вас обстреливать ракетами там раз в две недели, что-то уничтожать, зимой больше, летом меньше. Мы же еще с вами не дожили до зимы, Марк? Да. Вот представьте себе, что начинаются новые обстрелы инфраструктуры украинской, и без того пострадавшие от обстрелов прошлой земли. Я не утверждаю, что это придет к катастрофическим последствиям. Думаю, что нет, потому что есть уже генераторы, есть уже адаптация к этим условиям, но в Москве могут считать, что это будет дополнительным козырем. Вот так, понемногу, шаг за шагом, тут отгрызаем территорию, тут уничтожаем инфраструктуру, тут содействуем невозвращению населения, просто не спешим. Просто не спешим. Условно говоря, программа простая, она же ясна. Часть территории отгрызть, а ту территорию, которая не оккупируется, сделать неприспособленной для жизни, чтобы там жило как можно меньше людей. И все. Поэтому проблема Украины в любом случае, если говорить о войне на истощение, она решается сама собой с точки зрения российского руководства. Поэтому зачем менять требования? Любые компромиссы, как известно с точки зрения Путина, это признак слабости. Если мы меняем требования в Кремле, если мы говорим, вы знаете, ладно, все, чего мы хотим, это допустим, чтобы вы не вступали в НАТО, или все, чего мы хотим, это чтобы мы с вами договорились по Крыму, это слабость. А Путин, как известно, слабости не проявляет. Поэтому, естественно, на публичном уровне требования никогда не изменятся, они будут только ужесточаться. Да, в каких-то непубличных консультациях, даже на реальных переговорах, если они когда-то будут, может быть, другая картина, потому что тогда ее можно будет объяснить. Вот встретились и договорились на взаимоприемлемых условиях, это же были требования, а у них свои условия, вот мы с ними договорились. Но сами стартовые требования к Украине относительно возможности прекращения специальной военной операции всегда будут не ослабляться, а ужесточаться. Вот сейчас добавился украинский такой вот евроинтеграционный момент, вступление в Евросоюз. Потом что-то еще добавится. Вот добавится какая-нибудь еще одна область, если удастся захватить пару районов и провести референдум о какой-нибудь Харьковской области, фейковой. Еще что-то потом добавится. Не знаю, что, я не готов это даже прогнозировать. Ну там, допустим, выведение всей западной военной техники с украинской территории и еще что-нибудь. Ну да, да. Но обязательно это будет. Тем более, что часть требований вообще непонятна. Вот что такое деноцификация, никто не может словами объяснить. То есть я понимаю, что для меня ясно, что это такое. Я знаю, что это. Это, во-первых, уничтожение всех, скажем так, географических названий, связанных с деятелями украинского национально-освободительного движения. Ну, чтобы не было никаких улиц Мазепы, Петлюры, Ландеры, об этом и речи не быть не может. Снесение всех памятников и так далее, и так далее. Возвращение исконных имен героев, которые восстанавливали советскую власть в Украине. Это часть истории. А другая часть истории это знаменитые списки лиц, которые содействовали укреплению неонацизма. Вы вообще читали учебник Мединского? Я его не читал, но я только информацию о нем слышал в его редакции, вышедший учебник для школьной программы, правильно? Да, а я его читал. Расскажите нам, нам все расскажите, чтобы люди, которые не читали, от вас услышали. От корки до корки. Фантастик. Так я вам должен сказать, что, во-первых, то, что относится к теме нашего с вами разговора, там есть определение украинского неонацизма. Да вы что? Ну-ка расскажите. Да. И там говорится, что этот неонацизм, это не нужно его путать с немецким национал-социализмом и нацизмом. это другое явление, связанное с доминированием агрессивного украиноязычного меньшинства над русскоязычным и русским большинством в Украине. Понимаете? Да. Как он определил это меньшинство украиноязычное? Это выходцы из западноукраинских регионов. И все. То есть, опять же, опрокинутое в географию. Которые насадили свои чуждые ценности, а там рассказывается про то, как это австрийский генштаб придумал и так далее. Да. Вот эти люди, они фактически, большинство людей в Украине разговаривает на русском языке, это часть русского мира, и они грубым образом насадили свои ценности и вот так вот подавили большинство людей. Их язык, их культура, их традиции все уничтожили в угоду своему националистическому этому вот прозападному. Да. Вот это и есть украинский. Понятно. Значит, теперь, исходя из этого. То есть, имманентная, обязательная составляющая это прозападный источник происходения. Австро-Венгрия или там вестернизированного запада, значит, прививка. Вот все, что западное, это нацист. Да, и украинское, и украинское. Понятно. Украинский язычный, все я понял. Ну, то есть, условно говоря, в этом списке на уничтожение там могут вполне это вот денацификация. Это люди, которые являются сторонниками этой идеи, они денацифицируются. Да, естественно, конечно. То есть, вот это вот, я в этом списке есть, будете разговаривать с этим вашим собеседником, спросить у него, думает ли он, что он есть в этом списке, мне интересно. Это же такой тест. Нет, а что, они же произвольно будут, они просто расстреливать будут, убивать, как они это делают. нам есть в списке, нет, нет, то, что они его могут произвольно расстрелять, просто потому что узнают по ютюбу, это я не сомневаюсь. А я имею ввиду, если он в списке, знаете, это не то, что пьяный какой-то майор, и вот он застрелит, а чтобы в списке был с подписью, с должностью, с этим. А как мы узнаем, где эти списки, и есть ли там этот собеседник? Нет, я имею ввиду, думает ли он, что он есть в списке, не страшно. А думает ли он? Думает ли он, что он есть в списке? Я думаю, думает, думает, думает. Ну вот это вот, вот это хороший просто критерий, да? Считает ли он себя украинским националистом? Угу. Хороший вопрос. Нет, кстати, не только к нему одному относится, да? Нет, но по определению, по определению, которое дал Мединский, вот вообще-то говоря, вот это прозападный, да? Вы же все прозападные, там неважно, кто там этнический, а вы все националисты украинские прозападные. Ну, потому что вы же прозападные. Это главное. Это главное. Вот. Знает украинский язык. Портников знают украинский язык? Знают украинский язык. Ну, так он же прозападный. И активно этот ужасный язык. А какие еще нужны критерии? Ну, кстати, вы не сомневаетесь, что в этом учебнике Сталин эффективный менеджер. Конечно, но это святое. Прежний мудрый правитель. Ну вот. Как говорил мой покойный отец, за такое надо, за такие учебники, вот таких авторов надо и расстреливать. Он всегда так говорил. Я бы, говорит, расстрелял. У меня от него передалось. А, ну понятно, да. Нет, ну вообще, честно говоря, этот учебник, это же растление малолетних, вы понимаете? Безусловно, конечно, да. Поэтому, по большому счету, я вам должен сказать, что, представьте себе, какой задачи вообще ставят эти люди, когда они пишут эти учебники, да? Вообще, это учебник, весь учебник, начиная там с какой-то там страницы, это уже вообще учебник истории Украины, а не России. Нет, так это понятно. Там все про Украину. Российская история практически завершилась, понимаете? Так что... Ну, а им же надо, им же надо лепить солдат, понимаете? Это пропаганда, это вообще не к... Значит, к гуманитарным, ни к чему. Советским годом мы же это знаем. Для них всегда, как политика, а про история, это политика, опрокинутая в прошлое. Ну вот. Они используют ее как инструмент формирования. Так что нет, это как раз понятно. Другой вопрос, что... Ну да ладно, мы пойдем дальше, нас 45 с лишним тысяч смотрят, и у нас еще время есть. Вот смотрите, Виталий, тогда... Я хочу вам, кстати, чудесную цитату привести из этого учебника. Очень честно. После ухода иностранных компаний, многие рынки перед вами открыты. Такие уникальные времена случаются нечасто. Открыты фантастические возможности для карьеры и в бизнесе, и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия воистине страна возможностей. Правда, Краснодар? Да, безусловно. Девушки на панели, молодые люди в забой. Вот приблизительно такую перспективу, видимо, рисуют. Они же любят вот это вот все. Ну да, стартапы. 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 А что, горнятские стартапы, газовые стартапы, идешь в забой, в разрез, в шахту, к металлургическому Мартеновской печи. Вот все, стартап же нормальный. Вы прямо песни гудят. А, вот я нашел это определение. Украинский неонацизм – это отнюдь непрямое повторение германского национал-социализма. Это в значительной степени новое явление. Это ослабленное национальное языковое культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством. Ведь до 2014 года 80% населения Украины составляли люди, для которых русский язык, русская культура считались родными. Откуда он эти цифры взял? Откуда этот взял эти цифры? Это спросите у него, не ко мне. Но после военного переворота в Киеве в 2014 году оказались под запретом и русские книги, и музыка, и кино, и даже мультфильмы. Русская культура официально обрявлена культурой вражеской, культурной, колонизаторов и оккупантов. Насилию подвергся и сам украинский язык. Люди, закончившие украинские школы, нередко с трудом понимают современную мову. А дело в том, что в современном украинском образовании правят бал выходцы с западной Украины, на агрессивно навязывающий свой диалект, свою картину мира, свою версию истории. Миллионы простых людей оказались под их давлением. Их заставляли отказаться от своего языка, от своих друзей и родственников в России. В школьных учебниках истории Россия предстает угнетателем и проработителем. Предатель Мазепа, награжденный Петром Первым Орденом Иуды, превращен в национального героя. Постепенно на руль главного тарана против России, США и НАТО стали готовить Украину. Ну и так далее. Правда? Да, да. Даже с захлёстом немножко он даёт, потому что задача поставлена. Он же и до этого писал какие-то предыдущие редакции учебников. То есть он по заказу работает, но другое дело, что сам-то он туп как дерево. Понимаете? Вот кто-то скажет, ты всё время напрасно возводишь. Вы посчитаете его книги «Мифы о русском пьянстве». Вот у него прям такая книга была. Вот скажешь «Миф о русском пьянстве». Он прям издавал такие, знаете, как Гегеля за пять минут. Вот такие небольшие брошюрки. Вот он. Ну, конечно, никто не пьёт. Конечно. Так я об этом живу. Русский человек, раз, где он и где алкоголь. Какой анекдот вообще самый интересный. Что этот человек родился в родном городе моего дедушки. У нас с ним общие корни. Мединский. Да, Мединский. Да, где же он родился. Он родился в городе Смело. На Черкащине. На Черкащине. Но вы же не хотите сказать, что он украинский корни имеет? Ну, как и нет. Он не имеет украинский корни. Он просто украинец. Понятно. Ну, таких ещё немало. Да, ну, конечно, немало. Ну, то есть, скорее всего, да. Ну, то есть, понятно. Тут написано, что он родился в русской семье военного. Но я как-то... Большие сомнения. Огромные. Да, но это, я думаю, следующая история. Как говорится. Ну, вот хорошо. И в этом. Да, суть не в этом. Но всё равно. Давайте вернёмся. Что делать Украине? Той ситуации, в которой она оказалась, чтобы, не дай бог, не быть втянутой вот в такие капитуляционные переговоры. Ну, капитулянский. Со стороны России она же требует капитуляции. Вот что надо делать киевскому руководству, чтобы в это во всём не провалиться, чтобы, ну, как бы не уступить давлению союзников, как бы не попасть в ситуацию дефицита вооружения. Может, и не будет. Как, значит, изящно выйти из этого всего, но так, чтобы не потерять, как говорится, недоверие своих солдат, избирателей, украинцев. Вы знаете, что? Это то же самое, что я вот, что мне приходилось не разу отвечать на этот вопрос, когда мы проводили в 2016-2014 году заседание Совета Майдана. Мои коллеги все время говорили, господи, что же нам делать? Вот, ну, понимаете, мы в сложной ситуации, мы требуем переговоров, мы требуем разговоров с властью. Президент Янукович нас не замечает. Люди устали. Вместе с тем они не хотят отказываться от своих целей. И я им говорил, а вы не волнуйтесь, Янукович всё сделает за нас. Он обязательно что-то сделает, что ситуацию эскалирует, потому что он идиот. Нормальный человек давно бы уже пошёл на переговоры, добился бы компромисса, добился бы, чтобы люди ушли с улиц, отправил в отставку правительство, назначил бы нового министра внутренних дел миллион возможностей. А он вертит и делается из Кремля. Поэтому он обязательно всё будет делать наоборот. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Это трагические ситуации у нас. Погибли люди впервые, да? Но тем не менее, вот все наши мысли о том, что нам сделать с ситуацией, они всякий раз натыкались на то, что мы имеем дело с чистокровными министрами. Да. Путина трудно назвать, но его можно назвать человеком фанатически преданным своим безумным задачам. Поэтому я ещё раз говорю, я не думаю, что нам нужно увертываться от переговоров. Пусть Россия хоть раз скажет, что она готова к реальным переговорам. К реальным. Не на переговорах, а на капитуляции. А к реальным переговорам. Пусть кто-то в Кремле скажет на Западе. Западу я имею в виду. Да, мы готовы согласиться с тем, что Украина должна вернуться в свои суверенные границы. Но это должно быть нейтральное государство. Мы с вами должны это гарантировать. Давайте найдём процедуру, как возвратить Украину в свои международно-привязанные границы. Но она не должна быть в НАТО. Или она может иметь соглашение с ассоциацией с Евросоюзом. Или, но ни в коем случае не вступать в Евросоюз. Или не присоединяться к какой-нибудь там военной программе Евросоюза. Давайте это подпишем. Вот тогда будет опасность, понимаете? Там будет, ой, у нас опасность. Закончится война, будет территориальная целостность. Но мы опять окажемся в каком-то непонятном положении. А пока Украина говорит, то есть пока Россия говорит Западу. Да, переговоры, но сначала признайте, что Крым наш, и Донбасс наш, и всё, что мы ещё захватим, наше. И юридически признайте, а не фактически, понимаете? Когда у вас, то есть вам легально предлагают изнасилование вместо любви, то на это никто никогда не пойдёт. Понимаете, даже самый стремящийся к компромиссу человек не готов к изнасилованию, понимаете? Изнасилование не компромисс. А российская политика направлена как раз на то, что все согласны. Он уже стоит с этим, как это называется, черенком от лопаты, или что они там в российской полиции применяют. И уже, значит, спрашивает, кто первый подойдёт на переговоры. Да. Первое, что они должны сделать, это хотя бы поставить лопату вообще на место. Но они же этого не собираются делать. Поэтому у меня хороший вопрос к вам. Почему вы считаете, что Украина должна от чего-то уворачиваться, если ничего не будет? Она уворачивается не от Москвы. Она уворачивается от лиц, кто из них там один, кто полезный, кто, в принципе, искренне стремящийся к реализации темы мира. Ну, опять-таки, если Запад не может технически обеспечить никаких переговоров, куда он Украину приведёт? Ну, куда? Ну, вот есть формула мира Зеленского. Зеленский готов по этой формуле разговаривать. Ну, представим себе, что Украина даже говорит, что она готова переговоры по этой формуле мира, которая признана всеми западными странами и так далее. Разговаривать на момент продолжения военных действий. Ну, это будет отступление от нынешней линии. Ну, представим себе, под давлением Запада. Но Россия же не будет никогда обо всём этом разговаривать. Ещё раз напоминаю. Не будет. Тогда почему мы обсуждаем то, чего не может произойти? Ну, давайте всё-таки согласимся, что у нас пока что никакой возможности политического урегулирования этой ситуации не существует. Я вам больше того скажу. Её вообще может не возникнуть. Может возникнуть ситуация перемирия в связи с тем, что обе армии обеих стран просто исчерпают свои возможности для наступления и отступления, скажем так. Вот где-то завязнет эта ситуация. Она перейдёт в такую стадию. И в этой ситуации возможно некое разведение войск перемирия. Даже без прекращения... При том, что могут быть какие-нибудь ракетные удары, удары беспилотников. Но войска не воюют, да? Да. Мы такое видывали уже. Что? Мы такое видели уже. Да. Вот такое перемирие может быть достигнуто на определённом этапе. Когда-то. Но оно не будет фиксировать выполнение требований сторон. Ни одной. Украина не откажется от идеи, что она проводит полноценные переговоры после вывода войск России со своей территории. Россия не откажется от идеи, что любые переговоры с Украиной возможны только после признания Украины территориальных реалий и отведения украинских войск в территории новых субъектов Российской Федерации. Вот будет это... Я думаю, что так скорее всего война и завершится через какие-то, может быть, не месяцы, а годы. Таким корейским вариантом. Вот напомню вам, кстати говоря, о переговорах. Когда фактически армии Северной и Южной Кореи увязли вот на той линии, на которой они находятся сегодня, Южная Корея хотела продолжать войну до изгнания коммунистов с полуострова, а Ким Ир Сен со своей бандой хотел мира, потому что он понимал, что он не сможет противостоять этому натиску, если Южная Корея соберет силу. При этом Соединенные Штаты не хотели продолжения войны, потому что они не хотели чрезмерной эскалации с Советским Союзом, а Советский Союз хотел продолжения войны в лице товарища Сталина и не давал возможности Ким Ир Сену подписать мирное соглашение. Вот такая вот странная ситуация. С одной стороны Южная Корея и США, США хотят мира, Южная Корея не хочет. С другой стороны Северная Корея и Советский Союз с Китаем. Северная Корея хочет мира, Советский Союз с Китаем не хотят. После смерти Сталина возникла политическая ситуация, когда его наследники были готовы к подписанию мира. То есть желания совпали с желаниями Северной Кореи. И они договорились с американцами. Южная Корея, кстати, этого мира не приняла. И президент Южной Кореи никогда, и ни один южнокорейский представитель никогда ничего не подписывал. Северная Корея согласна с этой линией разграничений, с этим перемирием. А Южная Корея никогда с ней юридически не соглашалась. Это мир между Соединенными Штатами, Советским Союзом, Китаем и Северной Кореей. Южная Корея не участник этих процессов. До сих пор. Ну, мы об этом всем забыли, как это бывает. Поэтому вполне возможно, что определенные такого рода ситуации могут быть и сейчас. По образцу зерновой сделки, когда с одной стороны могут быть там, условно говоря, Турция, там Объединенные Арабские Эмираты и Россия подписывают соглашение между собой о прекращении огня. А с другой стороны, та же Турция, Объединенные Арабские Эмираты и кто-то еще там подписывают такое же соглашение с Украиной. Там в группе подписантов есть Соединенные Штаты, там в группе подписантов есть Китайская Народная Республика. В роли гарантов. И все. При этом может сложиться ситуация, когда представители Украины и России вообще ничего не будут подписывать. А будут гаранты прекращения военных действий с разных сторон. Со стороны Украины, там Соединенные Штаты и Европейский Союз. Со стороны России, скажем, Китайская Народная Республика и там еще кто-нибудь. Неважно. Это тоже может быть формула перемирия без участия Москвы и Киев. Могут быть самые фантастические варианты на момент, когда станет ясно, что армии не могут действовать. Но пока еще есть очевидные возможности, что армии могут действовать. пока украинская армия остается надежда и возможность прорвать Крымский коридор. Понимаете? Пока у российской армии есть надежда и возможность что-то еще захватить в Харьковской области. Поэтому пока что война будет продолжаться. И сколько она будет продолжаться, мы с вами не знаем. Ну что ж, мы уже 50 минут в эфире. Последнее, чем я хотел завершить этот эфир, замечательный. Смотрите, Виталий, все-таки еще раз вернемся к Америке. Это последний вопрос относительно боязни нынешней администрации Байдена. Некого политического развития ситуации, которая может уменьшить шансы на переизбрань, ну, в общем, находящуюся на девятом десятке, весьма и весьма пожилого политика и с определенным набором, который, ну, не сильно способствует переизбранию. И это на фоне, так сказать, Трампа, и это на фоне критики, которая звучит из-за республиканских рядов и в Конгрессе, и в эстеблишменте как таковом и так далее. То есть, вот эта степень зависимости от ноября 2024 года, когда в Соединенных Штатах должны пройти выборы. Видите ли вы, усматриваете ли вы связь в всей этой суете, связанной с переговорами? И, скажем, до конца 2023, ну, максимум в начале 2024 года постараться выйти на тот вариант, о котором вы говорите, ну, а это форсирование некоторое, да, при котором есть перемирие, и можно продать это избирателям. А это важно. Все-таки Америка 330 миллионов страна, понимаете, избиратель. Да, там первостепенные экономические вопросы, но если ты так сильно вложился в тему помощи Украине, ты не можешь, так сказать, на дебатах избежать этого и так далее, сильной позицией будет, мы спасли Украину. Но все-таки, насколько это влияет в желании, прежде всего, Вашингтона сейчас добиться какого-то определенного результата? До настоящего времени внешнеполитические события никак не влияли на электоральные предпочтения американских избирателей. Если война России против Украины завершится поражением Украины, это действительно будет серьезным обстоятельством, которое может повлиять на ход предвыборной кампании. Вот примерно как Афганистан, да? Поэтому важно не обеспечить победу Украины, а до выборов не допустить ее поражения. Совершенно верно. Вот это и есть главный момент. Поэтому, как ни странно, как Путину выгодно затягивать войну до президентских выборов, так и Байдену важно, чтобы до президентских выборов не произошло ничего, что могло привести к поражению Украины. Но это история не поражения, а не история победы. Байден ничем не рискует, если Украина просто будет продолжать свою борьбу за восстановление территориальной целостности против российской оккупации и так далее. Потому что, да, он вложился, но это оказалось более долгое, более серьезное. Борьба России – серьезный противник. Надо помогать Украине и дальше. И он будет объяснять на дебатах, почему это нужно делать. Украинцы героически сражаются. Вот крах этого действительно – это серьезный удар по Байдену. Но я не вижу пока предпосылок для такого очевидного краха, совсем не вижу. Ясно. Ну что же, Виталий, спасибо вам огромное. 55500 зрителей вам это говорят через меня. 17000 поставили лайки. Просьба к нашим зрителям. Еще раз, пожалуйста, подпишитесь на канал Фегина. Подпишитесь на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео по имени Виталий Портников. Можете пройти и подписаться на канал в YouTube. Обязательно приходите завтра. Завтра у нас будет интереснейший эфир с Юрием Федоровым в воскресенье. В это же время мы начнем. Ну, я имею в виду в 21 час по Киеву. И будем обсуждать ситуацию на востоке, в Харьковской области. Каковы перспективы и каковы шансы на реванш вооруженных силы РФ. РФ именно там взять Купянское направление, Сватово и так далее. Вот мы это все с картой подробно все изучим. Какие там, в принципе, шансы. Ну что, Виталий, спасибо вам огромное. Спасибо, что потратили на нас ваше время драгоценное. Ну и всегда ждем вас. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok